всем привет сегодня мы будем менять дисплей вместе с тачем дело в том что пришел этот планшет это у нас asus или видно ладно будет в описании что это за asus с битым тачем я заказал сначала только тач но во время демонтажа старого был поврежденный дисплей мной и можно наблюдать вот такую вот полоску которая вот еще появление полосок здесь может еще быть вот поэтому заказал попал я дисплей вот пришел дисплей вместе с тачем давайте будем менять итак начинаем это пока в сторонку очень тяжело снимался тач он был достаточно хорошо посажен на скотч сейчас аккуратно здесь гнездо чтобы его силой не вывалить дальше откручиваем все болты по периметру бежим этом батарейку держат Так, здесь у нас тоже где-то есть еще, вот он. Вот, 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 вот. Вот еще здесь у нас, вот, вот здесь. Так, отцепляем шлифы, вот у нас тач. Так, отсоединяем. Вот эту вот беленькую заглушечку мы кверху и вытягиваем шлиф. Так, дальше давайте вот здесь отсоединим. Здесь то же самое, так, но уже черного цвета фиксатор у нас здесь, поэтому его внести. В принципе, он может идти вместе с этим. Сначала давайте снимем батарейку. Так, и отсоединяем вот шлиф. Вот, ушла у нас батарейка. Дальше. Так, вот здесь у нас кнопочки громкости. Снизу их должны отклеить от двухстороннего скотча. Поэтому аккуратненько поддеваем. То же самое делаем с кнопочкой on-off. Аккуратно, не повредил шлейфа. Так, что-то острое, вот этот скрепелек. Есть. Так, смотрим дальше. Это у нас снимается. Это у нас здесь такой фиксатор. И еще здесь есть один, по-моему, 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 здесь. Так, здесь у нас скотч. И всю эту конструкцию можно снимать. Вот она. Сейчас я удалю. Блин. Все это вместе я снимаю. Так. Ну, пока все. Смотрим, что у нас на новом пришло. Поэтому пока эту сторонку берем новый. Немножко он ударенный здесь и здесь. Ну, судя, что толщина пенопласта приличная. Будем надеяться, что ничего не случилось. Так, вот он наш дисплейчик. Ссылка будет в описании на продавца, если все будет с ним хорошо. Так, вот такой вот дисплейчик у нас. даже с логотипом Asus. Давайте посмотрим, в чем отличие старого с новым. Вы знаете, даже, наверное, оригинал. Хотя цена довольно-таки хорошая, приемлемая. Вот нет у нас этих экранов. Шлейф здесь, не смотрите, что меньше. Это у нас не оригинальный. Как я сказал, я заказывал. А это оригинальный, такой маленький был. Можно попробовать еще вот эти экраны нацепить. Не знаю их важность. Но если удастся их снять, не удастся. Ну и бокс. И так, теперь эту материнскую плату со всеми причиндалами помещаем на место. Динамик под низ, а сверху плата. Наверное. Так, здесь все у нас стало. Так, прикрепляем на место кнопочки звука. Здесь у нас все хорошо. Прикрепляем назад. Так, здесь у нас камера. Камера, камера, камера. У меня здесь под камеру есть специальная ячейка. А, нет. Нет, я путал здесь. Ничего нет у нас. Все нормально. Идем дальше. Так, здесь что у нас. Здесь динамик, скорее всего, идет сверху. Что-то я не обратил внимание при съеме. Наклеиваем кнопочку. Здесь у нас, скорее всего, тоже динамик сверху. Ну, нифига. Динамик снизу как раз-то. Вот так. Так, теперь насаживаем батарейку. Здесь батарейки из пазы, они должны все четко сесть. Здесь у нас был фиксатор. Он идет под батарейку. Вот. Так, ну что ж. По идее, все. Можно вкручивать и смотреть. Вкручивать. Есть. Так, сейчас мы батарейку вкрутим. Ну и вкручу уже весь периметр тогда. Просто такое дело. Хотел только батарейку зафиксировать, но уже ладно. вкручивать. Включаем. Так, ну вот. Все, по идее. Теперь давайте подключим шлейф. Здесь опять же приподнимаем. Вот тут вот фиксатор. Закладываем. Есть. И зажимаем. Это есть. Теперь шлейф и тачи. Тоже есть. Дальше. Так. Здесь я больше, в принципе, ничего не отключал, поэтому можно насаживать батарейку и проверять. Ну что ж. Не было у меня заряжена батарейка. Давайте ее подключим и проверим. Так, вот у нас сразу появился сигнал батарейки. Вот она заряжается. Давайте попробуем стартануть. Ну, по каемке, вот смотрю по пластику, как он прилегает к тачу. В принципе, вообще никаких нареканий. Такое ощущение, что только он с завода. Нигде нет ни пошкрябанности, ни ничего нет. Сейчас посмотрим глубину цвета и так дальше, как вообще сам экран, угол обзора. Вот. Сейчас угол обзора замечательный. Вот такой Asus. Логотип, например, я вижу очень хорошо. Давайте дождемся загрузки, проверим тач. Так. Давайте. Проверка тача, как обычно, осуществляется. Берем какую-то картинку, иконку и тащим по всему. Так, где он? Вот он. Здесь у нас все хорошо, функциональные кнопки тоже работают. Так что все отлично. Надеюсь, кому-то помог. Ссылки, как я уже сказал, все в описании. Поэтому, кому нужно, заказывайте. Поменять не такая уж и проблема, если не отделять отдельно тач от дисплея. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставим пальцы вверх, кому помог. И до скорых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok